Само по себе событие это было достаточно обыкновенным для жизни тогдашнего Иерусалима. Обычай был посвящать первенцев Богу. Не все, конечно, родители делали так. Не все отдавали своего ребенка в храм на воспитание. Но многие этот обычай исполняли. И вот в этом смысле событие это было обыкновенным. Но предание повествует нам о чем-то, что это событие делает из ряда вон выходящим. Младенца Марию, приведенную во храм ее благочестивыми родителями для посвящения Богу, встречает первосвященник. И сам вводит ее в храм. В этом действии первосвященника несомненное пророчество и прообразование всего того, что совершила Пресвятая Дева и что через нее Бог совершил для рода человеческого. Вспоминая торжественное и символическое события вхождения Пресвятой Богородицы во храм. Мы должны обновить наше собственное отношение к храму Божьему. Мы должны осознать важность посещения храма, молитвы в храме, соприкосновения с божественной благодатью. И тогда ведь многое изменится в жизни. И соблазны, и скорби, и искушения, и ложь, и конфликты. То, что разрушает нашу жизнь, будет испепеляться силой Божьей благодати.